В рамках акции «Любовь милосердствует» священнослужители и прихожане Запорожской епархии сдавали кровь для больных детей. Об этом расскажет наш корреспондент. В этой акции Запорожская епархия принимает участие далеко не в первый раз. И вот снова большая часть пришедших сдавать кровь – это люди в рясах. Поддержать больных детей, нуждающихся в крови, решили около 40 священнослужителей и 20 прихожан. Кровь – это не только символ человеческой принадлежности, но и кровь – это символ жизни каждого из нас. И поэтому очень важно, когда каждый из нас может прийти на помощь тем, кто нуждается. Кровь – это то, что, несмотря на развитие науки и медицины, невозможно заменить искусственным аналогом. Поэтому все зависит от сознательности граждан. И в Запорожской области нынче с этим полный порядок. У нас в течение года, если говорить о всей области, до 50 тысяч крови плазмотачи. В среднем мы в течение года, опять же, по области заготавливаем до 25 тонн крови, из которой получаем соответствующие компоненты. Сегодня, в принципе, банк крови, если он не будет терять своих потенциальных доноров, он самодостаточный. Мы свою область обеспечить можем. Игуменья Клеопатра – едва ли не единственная женщина в многочисленной компании священнослужителей. Здесь она уже не впервые, поэтому абсолютно не волновалась и даже пошла сдавать кровь в первой. Я принимаю участие не в первый раз и считаю, что она очень важная эта акция. Хотелось бы, чтобы побольше людей принимали в ней участие. Если мы будем носить маленькую лепту, хоть даже такую, то Господь всем нам воздаст старицу. Несмотря на самодостаточность банка крови, медики настаивают – запасы компонентов крови никогда лишними не бывают. Поэтому помогать таким образом больным людям призывают всех желающих. Напомним, в нашей стране донор получает небольшую денежную компенсацию, может пройти бесплатные обследования на ВИЧ и гепатит, а также получает два выходных. Один в день сдачи и еще один в течение года. Продолжение следует...